Частные дома в районе Касправды лишились тепла. Мои коллеги решили пройтись по улицам, чтобы узнать, какие дома остаются без отопления по сей день и было ли предупреждение о том, что батареи перестанут греть жителей города. Подробнее в следующем материале. Зима началась не с лучшей новости для жителей этих улиц. Как говорят люди, здесь полно молодых семей, в которых маленькие дети вынуждены мерзнуть с 1 декабря текущего года. Предупреждения вроде бы не было. Со вчерашнего дня отопления нет на нашей улице. Не то чтобы район Касправды, скорее всего. И вот вчера не было. Вроде бы как далее. Сейчас опять отключили дома прохладно. Дома дети. Отопления у нас нет. Уже два. Второй день уже нет отопления. Вчера целый день не было. И сейчас вот время по второго. Отопления нет. Дома холодильник. У нас печек ни у кого здесь нет. Нет, не было предупреждений. Тем более не было. Когда у нас отопление дома не стало, моя дочка напугалась. Мама говорит, у нас что-то случилось, у нас отопления нет. В Павлодар Энерго прокомментировали ситуацию с аварией и пояснили, почему отопление пропало и когда планируется его возобновить. 1 декабря на пересечении улиц Касправды Камзина было выявлено повреждение тепловой сети. В результате повреждения от отопления были отключены около 200 домов частного сектора. В тот же день ремонтными бригадами ТОО Павлодарские тепловые сети проведены все необходимые ремонтные мероприятия по устранению повреждения. Потребители подключили к отоплению и горячему водоснабжению вечером в этот же день. Сегодня же в результате выявления нового повреждения на данной тепловой сети потребители повторно отключены от тепла и горячей воды. Ремонтные работы планируются вестись до 5 часов вечера этого дня и после будут подключены к отоплению.